Я сейчас варю картошку и яйца на окрошку. Захотелось почему-то нам окрошки. И хотела сказать по поводу моего похудения, как вообще, какой прогресс. После течения недели я почувствовала просто какое-то облегчение. Знаете, когда ты ешь всё, что ты хочешь, ты вроде бы удовлетворённо себя чувствуешь, но в то же время тебя что-то начинает тяготить со временем. Я не могу это объяснить. Чувство, как будто у тебя затуманен разум. То же самое у меня было, когда я курила. Мне вроде бы и в удовольствие, но в то же время это меня так отягощало просто до жути. И только когда я бросила курить, соответственно, я только тогда ощутила себя свободной. То же самое сейчас происходит и с едой, когда я уже неделю не питаюсь так, как я питалась раньше. Я вообще вот реально за неделю ничего плохого не съела, ну кроме куличика. Вообще, понимаете? Это, конечно, не достижение, но это уже лучше, чем ничего вообще. И чтобы сказать, я страдаю, я что-то недоедаю, где-то чего-то не вижу и не в удовольствие это делаю, абсолютно нет. Нет, поначалу, конечно, это на тебя очень давит. Когда ты с такого обилия еды и разнообразия переходишь просто на два ингредиента или на три максимум, которые ты употребляешь в пищу. И да, мне поначалу было очень тяжело. На меня ничто не давило, на меня давил живот, который хотел жрать, просто жрать, 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 потому что он привык жрать всё время, получать всё то, что ему хочется. Как бы завязали немножко узелок, да, и, соответственно, организм в шоке, противился, как маленький ребёнок, которому конфету в магазине не покупаешь. Падает на пол, ногами теребит и куча истерики. Я пока пережила этот период. Не знаю, мне даже сейчас не хочется ничего такого съесть плохого. И главное, я чувствую себя свободно. Я не знаю, за счёт чего это происходит. Наверное, за счёт того, что организм чист. Я не думаю теперь только постоянно о еде. Я не думаю о том, что вот там кто-то ест в видео или в каком-нибудь фильме, ааа, надо пожрать. Я думаю о том, чтобы такого интересного приготовить, допустим. Какие-нибудь блюда найти интересные, но, тем не менее, чтобы они были нормальной пищей. Ни жирной, ни острой, ни слишком солёной, ни слишком калорийной. Как мне сказал мой молодой человек, я из крайности в крайности. Ну, что делать? Если не делать из крайности в крайности, то можно так сидеть, жалеть себя до посинения. И я уверена, если бы я именно так не сделала наотрез, то я бы сейчас до сих пор сидела и плакалась о том, как мне плохо, я съела очередное мороженое, и как мне плохо. А теперь я сижу и рассказываю вам о каких-то достижениях, о том, как я выглядеть стала лучше. Не полностью ещё, но уходит живот мой. Это вообще моя извечная проблема. Наконец-то я скоро решу эту проблему. Но обо всём по порядку. Пока дела обстоят вот так. Ну, а вы пишите в комментариях о своих достижениях. Мне очень интересно слушать, кто чего добился тоже в области, может быть, похудения, может быть, наоборот, набора веса, кому что нужно. Потому что я уверена, меня смотрят не только те, кому обязательно нужно худеть. Кто как вообще за своей фигурой следит. И может быть, какие-то другие достижения у кого-то есть. Мне тоже интересно почитать об этом. Вот это завтрак. Вкусняшка. Прошло две недели, кстати, после моего похудения. Как вы могли заметить, результаты были неплохие. И, господи, стараюсь я питаться нормально. И я съела в обед сегодня кукурузу. А на ужин у меня будут креветочки. Я давно их хотела. И вот сегодня, пока ходила там, меняла деньги в магазин, решила, почему бы и нет. Господи, блин. Я сделаю их с лимонным соком и зеленью, которая у меня, к счастью, оказалась в холодильнике. Ммм, всем приятненького. А еще я вчера, или позавчера, я уже не помню, сварила очень вкусный суп. Причем без всяких приправ. Просто соль и перчик. И очень даже неплохо он у меня получился. И вчера мы взяли вот такое вот мясо, целую бадью. Это курица у нас. Мы обычно берем для вторых всяких блюд или просто мясо. Вот я с салатом кушаю. Вообще это шашлык из мяса на кости. Цыпленок бройлера в маринаде охлажденный. Это у нас Мираторг. У нас, кстати, в Центрторг стали завозить Мираторговскую только продукцию. Раньше там была какая-то другая курица. Сейчас именно сплошной Мираторг. Нет, там еще что-то завозят, но там цены бешеные, поэтому мы взяли Мираторг. Вот эта бадья стоила 250 рублей. Почему бы и не взять, правильно? Мы еще думали, оно где-то там, наверное, позеленело, уже и пропало, но нет, я вчера сделала. И как раз-таки, да, ролик, который вы сейчас увидите. Не поверите, 8 часов вечера, а я... И как раз вчера я ужинала поздно, потому что мы ходили по делам и очень поздно пришли домой. Ой, короче, я монтировала сегодня ролик, потратила на монтаж все утро, и в итоге у меня завис компьютер, выключился. После запуска обычно программа спрашивает, хотите ли вы восстановить данные, потому что некорректно была выключена программа. В этот раз программа задала этот вопрос. Я все сделала как нужно, все должно было восстановиться, но, увы, почему-то программа написала, что для версии, в которой монтирую я, эта функция почему-то невозможна, хотя вчера я делала буквально то же самое, и... В общем, все запоролось, хотя видео уже было готово, уже можно было добавлять музыку и выводить его. Я расстроилась, и в расстроенных чувствах просто пойду сейчас гулять, не хочу сидеть дома. Да, еще несколько дел нужно сделать, поэтому... В общем-то, в принципе, погода хорошая. Меня, кстати, спрашивали по поводу бассейна, хожу я все-таки или нет. Нет, я сделала пропуск туда, но так ни разу и не сходила, потому что... Ну, потому что... Потому что я ленивая жопка. Ну, на самом деле, просто сложился ряд обстоятельств, из-за которых я просто... Ну, не смогла. А на самом деле это все от маски. Всегда все от маски. Я, кстати, поеду в арену, ну, хочу, по крайней мере, съездить. Торговый центр арены. Ой... Хочу там посмотреть туфли и просто вообще прогуляться, полазить, развеяться, так сказать. Мне казалось, на улице намного теплее. Надела пальто, но мне кажется... Боже, мы перепугали. Но мне кажется, нужно было пуховик надевать. Как-то так прохладненько. Теперь осталось найти выход, где остановка. Короче, ничего там не нашла. Потому что... Беда какая-то. Либо туфли на шпильках, либо... Вообще не пойми какие. Ничего подходящего не нашла. Короче... Боже, что со мной? Сейчас 11 утра, а я только проснулась. Я просто встаю обычно рано, пока прогуливалась, так устала. Жутко, что сегодня прям вот не могла утром встать. Мало того, что рано не могла встать, да и ещё и просто не могла встать, потому что какое-то такое состояние было слабое. Я не знаю, почему. Вчера зашла в магазин, накупила кучу-кучу всего неполезного. Мороженое лежит в морозилке, две пачки. Вон там конфет куча. Я решила себя пособлазнять. На самом деле, я покупала это всё, потому что потерялась. Я это брала всё на выходные. Ну, как бы выходные, можно побаловать себя немножко. Но вчера был вторник! Вы понимаете? Вторник! Как можно было заранее на выходные что-то брать, если начало недели только. Погода сегодня чудесная. Светит солнышко, чистое небо. Просто шикарно. Наверное, нужно сегодня тоже пойти прогуляться. А пока я буду себе готовить завтрак. Приводить себя в чувства буду, потому что сегодня ещё нужно делать дела. Но это ближе к вечеру. А днём? Да днём тоже надо сделать кучу дел. Короче, я пошла заниматься делами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова